Возвращаешься к классике, потому что все это начинает действительно сильно напоминать Салтыкова Щетрина. Как-то он подзабылся одно время, а сейчас все больше и больше начинаешь думать о вечной классике. Ладно, не будем говорить о Шекспире, но о наших родных. Не будем забывать их, но как-то в театре, по-моему, его не очень жалуются, такого Щетрина, да? Не ставят. Ну, он достаточно все-таки, ну, как сказать, есть такое выражение, не сценичен, он просто глубоко литературен, я бы сказал так. Ну и потом... Ну, что-то по мотивам же можно было бы. Я знаю, что вы и, так сказать, драматург. Ну да, ну да, но тут дело еще в том, что у нас театр не политизирован настолько, и как бы не ставит перед собой таких целей, как, например, там европейский. Европейская традиция сегодняшняя в театре, где, собственно, театр даже заменяет публицистику и газеты. В частности, вот и немецкий театр, там, и финский театр, и европейский, в общем, театр. То есть они, собственно, готовы вступать просто, так сказать, на площадке театральной в дискуссию. То есть общество готово вступать в дискуссию с властью, но и на тему, да? А потом просто такая достаточно сильная все-таки традиция существует, потому что там даже после спектакля народ остается на обсуждение того, что они увидели. И, условно говоря, принцип как бы газетный сегодня в туалете, завтра в газете, он, в общем, там актуален в театре. У нас все-таки до последнего времени театр пытался не становиться в эту позицию. То есть он все-таки, как говорится, все-таки больше философствует на тему происходящего, и потом он оперирует все-таки наш театр больше, я бы сказал, метафорами. Метафора предполагает все-таки какое-то художественное осмысление, и в результате те пьесы, которые бы и нужны сейчас театру, особенно, потому что в условиях, когда телевидение абсолютно скурлилось, да, и занимается только денежными вопросами собственными, ну, или жаренными, там, так сказать, обстоятельствами, для того, чтобы создать для театра такие, как бы, произведения, которые нас бы могли оживить, просто публику на диалог вывести, очень мало. В частности, я вот, когда сейчас работал в Германии, я посмотрел очень много там спектаклей, и один из них тоже интересный, вот эта история, когда Бероев, по-моему, фамилия его, вот этот, который убил диспетчера самолета, когда два столкнулись с самолетом, дети погибли. То есть они просто буквально через, там, несколько месяцев создали пьесу и показывают ее в театре уже, там, год или два, и все время, как бы, обсуждают вот эту тему, как бы, моральных навязательств или, как бы, моральных каких-то пределов человеческих. Вот это, как бы, имеет почву обсуждения. А мы, в общем, сейчас обсуждаем проблемы, которые могут возникать у нас, ну, как повод какой-то, там, берется Шекспир и как повод обсуждаются, как бы, какие-то параллели мы, как бы, пытаемся нарисовать. Да, так вот, у нас, к сожалению, такая традиция, как-то, ну, практически не приживается к чему-то все-таки. Народ наш идет в театр за другим. Но, с другой стороны, может быть, это и хорошо, потому что пространства у людей остается все меньше. То есть, если, как бы, политическая ситуация не позволяет людям все-таки как-то так выражать свое собственное мнение открыто, и телевизор врет. И, в общем, художественности-то, в общем, мало. Как бы, вообще, художественного пространства мало. То театр, может быть, это единственная такая живая площадка. Но, по-моему, следующее. А может быть, дело в том, что театры, они тоже государственные, и там тоже есть цензура, и, так сказать, чиновник с дубинкой? Нет, вот, к счастью, надо сказать, что, вот, к счастью, у государства до сих пор руки до культуры не доходили. Почему? Вот, единственная ведь нереформированная сфера, да, это культура. То есть, она осталась единственной нереформированной сферой. То есть, уже реформировали там образование, спорт, там, науку и все остальное. И правительство уже само признается, что единственная нереформированная сфера – это культура. Вот, значит, с 2011 года ее будут резать, реформировать. И в связи с этим просто у государства не доходили на самом деле руки. Поэтому, надо сказать, что, как бы, вот, площадка, как бы, я бы так сказал, как бы, какое-то… И проявление каких-то гражданских позиций театра осталось все-таки еще, еще до сих пор. Она, в общем, вполне адекватна. Там можно делать все то, что человек считает нужным сделать и сказать. И надо, то есть, честно признать, что никакой там цензуры нет. Другое дело, что и… А с другой стороны, цензуры нет. А с другой стороны, нет и таких вот, как бы, ну, каких-то политических манифестов, или что-то такое, чтобы было в пику того, что происходит в обществе. Это связано с чем? Что сами театралы, актеры, режиссеры, драматурги аполитичны? Я полагаю, что, видимо, настолько… Это, ну, театр же очень живой организм. Он такой органи… То есть, так сказать, органичная часть культуры. И поэтому я думаю, что это связано с тем, что театр чувствует тактично, чувствует, что здесь все-таки, как бы, вопросы духовности еще вот здесь, в этом месте, они могут как-то, в общем, расти, продолжать. Не сваливаться, как бы, в политику. Не сваливаться. Потому что если бы отсутствовало, конечно, телевидение, то, разумеется, театр, как в переломные годы всегда, там, года революции, разумеется, стал бы точно такой же площадкой, где появлялись там бы Мейерхольды, там, Таировы, которые пытались как-то прицепить это, так сказать, и театр к этому делу. Я думаю, что вот театр, очень чувствуя вот эту проблему, он очень тактично, как бы, пытается, как бы, самосохраниться. То есть, самосохранить художественный процесс. Ну да, но просто в связи с тем, что государство, так сказать, планирует вот эту реформу, реформа, конечно, будет, разумеется, осуществлена с тем же вектором, что и сейчас в образовании происходит, да, и в медицине. То есть, составляющая экономическая будет одной из самых главных. А это, то есть, неминуемо приведет, значит, театр к тому, что он коммерциализируется. А коммерциализация предполагает, да, то, что нужно будет большую часть времени отдавать все-таки проблемам, которые, за которые будут, люди готовы будут заплатить просто. Или там сказать, коммерциализация, конечно, еще и предполагает некоторый, так сказать, отход от художественных принципов. Но платить за художественность, платить, так сказать, за то, чтобы создавались какие-то, так сказать, процессы, которые бы влияли на общество, духовное, так сказать, какое-то все-таки, развивать, во всяком случае, сохранять какое-то принципы, оно, конечно, это сделать будет очень сложно. Потому что, ну что, а что, с 1 января будет реформа бюджетной сферы, и государственные театры будут вынуждены перейти в бюджетные учреждения или в автономные учреждения, и если театр сегодня, как, в общем, общепринятая европейская практика, там, приблизительно 30 процентов от бюджета зарабатывает, то есть сегодня провозглашается уже 50, там, 60, 70 процентов. Это абсолютно просто утопия. Сергей Сергеевич, то есть театр не был и не будет властителем дом и проводником каких-то вот новых идей, идей гражданского общества, может быть, там, уложения прав человека, то есть как вот вы смотрите на перспективы? Как вы смотрите на перспективы того, чтобы театр стал генератором гражданственности? Нет, ну, конечно, это, то есть театр же сам по себе не может еще существовать, потому что театр искусства – это синтетическое. То есть театр находится в очень большой зависимости от материала, который предлагается театру, от драматургии, да? То есть если существуют лидеры, режиссеры, там, или художественные руководители, которые озадачены действительно проблемами, да, гражданского общества, там, проблемами свободы, там, проблемами, там, каких-то, ну, теми проблемами, которыми живет гражданское общество, то, конечно, это хорошо. Они генерируют идеи и уже к идеям, как бы, прицепляют то, что называется драматургией, да? Да, но сама сегодня проблема лежит не только, так сказать, в самом театре, но еще вокруг театра, то есть литература сегодняшняя и драматургия мало что могут предложить. Вот в чем дело. Потому что новая драма, так называемая, она в основном создается сегодня молодыми людьми. И это, в основном, проблематика, которая не очень глубоко вскрывает, как бы, серьезные, так сказать, процессы в обществе. Ну, не секрет, что, как бы, для того, чтобы все-таки вскрывать какие-то проблемы, и особенно в части, так сказать, общественного, там, сказать, сознания или движения, то есть человек должен обладать каким-то все-таки жизненным опытом. Это никак не, то есть это никак не упрек, там, так сказать, да, молодым людям, которые пишут что-то, но это одна из проблем тоже, потому что человек все-таки уже, там, к 40 годам, он наиболее глубоко, как бы, понимает процессы. Потом жить в процессе, это значит его прожить. То есть сегодня нашим реформам, там, порядка 20 лет. Вот я сегодня, так сказать, могу объективно, так сказать, сказать о каких-то вещах, которые были, происходили, и есть, естественно, возможность сравнить. Но это не исключает и того, что молодой человек, как бы, любой молодой человек может это почувствовать и протранслировать. Скажите, Сергей Сергеевич, ну вот после всего прожитого вами, увиденного, после конфликтов, там, с чиновниками, можно ли рассчитывать, что какая-то пьеса такая убойная родится? Ну, разумеется, конечно, конечно. Вот я сейчас, кстати, как раз работаю на пьесе, которая называется «Стена». Главные действующие лица в этой пьесе, как это не выглядит странно, Сталин, Гитлер и внучка Карла Маркса. Мы сегодня, мы сегодня, вот с точки зрения, как бы, человека, который занимается, там, литературой, театром, там, искусством вообще, переживаем чрезвычайно интересный момент. То есть, как раз сейчас назрело время для того, чтобы проанализировать то, как это происходило, там, до 90-х годов, как это происходило после. То есть, мы теперь уже имеем опыт, достаточно такой серьезный опыт, чтобы не просто сказать, а, вот он, капитализм вот такой, а мы его не знаем. Мы это все прошли, пропустили через себя, и теперь у нас есть, на мой взгляд, просто очень серьезная возможность поговорить не только между собой, но еще и предъявить, как бы, это для обсуждения и европейцам, там, и американцам, потому что они такого опыта не имеют. То есть, этот опыт сейчас у нас. Я думаю, что в этом смысле Россия вообще, да, и вот, и драматургия русская, и литература, она, я думаю, что стоит просто на пороге создания очень серьезных вообще, каких-то в этом смысле произведений. Потому что, оглядываясь назад даже на Солженицына, да, который, как бы, то есть, он же, как бы, все равно формулировал все, что он написал в ретроспективе, да, времени. То есть, без этого бы ничего не получилось. А далее, то есть, как бы, чтобы продолжая, ну, условно говоря, продолжая эту традицию, ну, то есть, у меня есть такой вот тоже хороший товарищ Алексей Варламов, он, кстати, вот, лауреат Солженицынской премии, это один из последних его романов «Купол». Вот как раз Алексей пытается, вот, с точки, и с высоты, так сказать, своего возраста, ну, примерно, там, моего возраста, и с высоты того, что он знает о времени, да, и он пытается пропустить этот опыт и, в общем, каким-то образом предъявить обществу проблематику. То есть, а как ко всему это относиться и что нам делать дальше? То есть, как вот, какие встают перед нами очень сложные проблемы, и как их надо переформулировать с тем, чтобы, ну, принять какие-то решения. То есть, человеку не только в общественной жизни нужно принять какие-то решения, но и в личной жизни нужно принять какие-то решения, потому что проблема стоит в выборах сегодня такая же, как и в 90-е годы. Просто в 90-е годы перед людьми зрелого возраста стояла проблема с тем, чтобы уехать из России. А сегодня, как это не ужасно звучит, перед молодыми людьми стоит проблема уехать из этой страны или остаться. И большая часть этих молодых людей, даже подростков сегодня, говорит о том, что нам здесь делать. Мы, конечно, поедем туда. Вот это как раз и является как бы краеугольным камнем на самом деле, как бы проблем, которые существуют сегодня в литературе, в театре, в искусстве. И публицистика, это понятно, она как бы, это жанр сегодняшнего дня. Но нас интересует не публицистика уже, нас уже интересуют какие-то глобальные вещи. И на мой взгляд, как раз то, что происходило там в 20-м веке, только сейчас. Только сейчас, в начале 21-го века, действительно, мы можем осмыслить какие-то такие серьезные, может быть, могут родиться серьезные какие-то вещи.